Итак, всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова Гамилькара и совсем недавно мы с вами закончили играть в Медевил 2 за Русь. И сейчас я предлагаю вашему вниманию Медевил 2 Крестовый Поход. В этом летсплее будем играть за Королевство Иерусалимское. Долгую кампанию. Уровень сложности у нас будет средний. Управление всеми поселениями. Показать перемещение искусственного интеллекта. Итак, друзья, начали. Святая Земля. Земля за морем. Земля веры и войны. Византия. Врата в таинственные земли Востока. Княжество Антиохия. Земля крестоносцев и госпитальеров. Иерусалим. Святой город. Королевство, основанное на стали, крови и вере. Земля, чтимая верующими. Многие добиваются права владеть ею. На Востоке воинственные сельджуки под предводительством Нур-Эд-Дина стремятся сбросить крестоносца в море. На юге хитроумный Салах-Эд-Дин создает свою империю. Империю, которая готова похоронить рыцарей Христовых в раскаленных песках. Это время веры. Время сражений. Время войны. Да, время войны. Итак, наша основная задача на игру будет это уничтожение фракции Египет. У нас в Союзе будет княжество Антиохское. Антиохия будет воевать на севере, на северо-востоке. А мы будем воевать на юге и на юго-западе. Итак, сразу видим, что у нас тут довольно-таки неплохо денег. 30 тысяч. И всего лишь на всего два городка у нас. Все остальное это крепости. Поэтому для начала я предлагаю перестроить крепость. Какую из этих крепостей нам лучше перестроить? Арсув или Аскалон? Давайте Арсув перестроим в город. А Аскалон наоборот перестроим в крепость. У нас очень большие армии. Просто гигантские армии. И очень мало городов. У нас инфраструктура просто не выяснит такие армии. И мы будем выходить в минусы. Поэтому надо развивать экономику. Так, идем дальше на кризонтийцам. Так, здесь объединяем к флотилию. На нем еще один корабль. Итак, гарнизон в Акре у нас. Тамплиеры. Арбалетчики урзена тамплиеров. Братья-партнеры. Тамплиеры-оруженосцы. Гигантский гарнизон в городе. Примерно то же самое у нас в Иерусалиме. Только здесь у нас еще и триполитанские эсквайеры. Иерусалимские рыцари. Так. Начнем мы, пожалуй, с того, что наших священников всех, которые у нас есть отправим к Иерусалиму. Столице нашего государства. Здесь религия должна быть сто процентов католицизм. Я думаю, что мы еще наймем одного священника. Так, в Акре. В Акре построим порт. И наймем священника. Тири. Тир перестроим. Так. Отряд. У нас один отряд. Объединяем войска. Жерар Крестоносец. Это кто у нас? Да, да. Простой наместник в городе. Князь Гай. Наследник. Князь Гай. Князь Гай. Он возглавит эту армию. Во главе этой армии захватит Баняс. Так. Король Балдуэн. 16 лет. Посмотрите, какой я даже сделаю скрин. Наш король сейчас пойдет воевать против египтян. Выводим его из города. Балян и Белин пока что будет охранять Иерусалим. Четыре отряда конницы. Пять отрядов. Четыре отряда конницы. Так вот, делаем. И сразу выдвигаемся. Отлично. Так, в Кераке у нас тоже войска. Отправляем их в Иерусалим. И заканчиваем ход. Так, заканчиваем ход. Да, забыл про Триполи. Надо было там тоже что-нибудь построить на экономику. Сейчас исправим эту ошибку. Захватить мятежное поселение Баняс. Отлично, сейчас займемся этим. Ну так, сразу давайте перестроим город. Так как у нас есть такая возможность. В Триполи то же самое делаем. Так, Иерусалим. Иерусалим кузница, мастерская, баллисты. Стоялый двор. Ну, здесь ничего не будем строить пока. Арсу, строим забор. Ашкелон ждем пока закончится строительство. Построим казарму в Иераке. Богатейшая держава. Пророк, да будет он благословен в глазах Всевышнего. Заповедовал детям своим жить в мире и быть милосердным. Здесь видим, что сакции Египет и Турция объявляют джихад против нашего союзника против погрязшим во грехе. Княжества Антиохи. Но египтянам мы не пустим, чтобы они приняли участие в этом крестовом походе, так как мы нанесем им большую головную боль, такую серьезненькую. И будет не до Антиохи. начнем мы с захвата Дуамятая. Мы захватим эту крепость. И наш Балян Ибелин тоже должен принять наверное участие в крестовом походе. Не в крестовом походе, на Египет, поэтому мы выводим его. Во главе отряда крестоносцев. Отлично. Десантируемся где-то в районе наверное Александрии. Заканчиваем ход. Так, не заканчиваем. Сначала авторану поставим по Несу. Теперь заканчиваем. Так, кандидат на усыновление. Благодетель, Король Балдуин. Барнаби из Хинкли. Барнаби из Хинкли нам нахуй не нужен никакой Барнаби. Так, 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 давайте. Наш король атакует. Наш король атакует Зейн и наследник Аль-1. Ночная атака и наш король одержит великолепную победу. Посмотрите, какие потери врага какие у нас. Отлично. Выкуп, требуем выкуп. Предложение обманено. Вообще жаль. Король Балдуин. Повышение характеристик. Так, египетские армии две штуки целые появляются у нас здесь. Наймем отряды. Аскал он перестроился. Наймем сквайров вот эти вот. И еще раз перестроим гигантскую крепость. Здесь нам нужно поторопиться со штурма. уничтожаем народонаселение этого города и быстренько перемещаемся в границы. Так, потому что здесь здесь у нас не все, слава богу. ремонтируемся, строимся. Сделаем. в Иерусалиме найм. У нас все нормально с найма. Здесь тоже самое, в Кераке. Наймем пару отрядов сквайров. Заканчиваем ход. Турецкие армии идут на нашего союзника. Да, осада начинается. Ну, вторую армию видимо уводят. Чувствуют, что здесь пахнет жареным. Им придется не сладко и вводят свою армию одну. Так, помолвка давайте. Давайте, давайте. Посольство. Посольство куда? Это Византия. Посольство пизантийца. Торговые сведения о Керте. Давайте, я согласен. задание выполнено наградой тысячи тенарей. Так, а теперь, теперь у нас где-то священник должен был быть. Да, вот он. Видим, что в Иерусалиме католицизм уже 71%. Это просто прекрасно. Так, теперь, теперь. полная победа. Выкуп и предложение отклонено. Мы разбиваем эгибиску армию. Это меня очень сильно радует. Теперь наши войска должны здесь переобучиться. Давайте переобучим Сквайра одного и Иерусалимских рыцарей. Мы здесь можем переобучить? Да, отлично. Переобучим. Наемников распустим. Так, где наши наемники? Вот. Распускаем. Распускаем. Они уже отработали. Они нам больше не нужны пока что. Так, наш король Балдуин атакует сразу всех. Требуем выкуп. Отклоним предложение. Осаждаем крепость Дуамятая. Прекрасно. Прекрасно. Все просто великолепно. Только где-то вот тут ирус Александрия. Экономика не забываем. Не забываем про экономику. Строим рынок в Арсуфе. Строим порт в Акре. Строим рынок в Тире. В Триполи построим тоже рынок. Так, и наш флот. Наш флот. Ну, пусть он пока побудет у нас здесь. Заканчиваем ход. Я извиняюсь, друзья. Еще одна невестка. Так, посол продолжает движение. Так, а мы насаждаем крепость и осаждаем Танга в городе египетский. Осаждаем Тангу требуем диньбу. Так, осада. Орган христианства 78% здесь у нас. Так, теперь нельзя, чтобы наши войска просто так сидели в городе. Это очень неправильно. Поэтому сейчас мы переобучим еще одного сквайра и пойдем воевать на Египет. Чем быстрее мы сломим сопротивление египтян, тем лучше. Керак. Здесь у нас тоже довольно большой гарнизон. Нам здесь не нужен. Перемещаемся сюда. Строим лодник. Это вот осад нашего города. Плюс еще и войска. заканчиваем ход нашего короля атакуют нашего короля Балдуин. Ну-ка второе счетом полная победа. Конечно же это же великий король Балдуин. Великий. Те кто знают историю крестовых походу наверное знают какой это был великий человек. нам нужны убийцы. Нам нужно нанять убийц. Так уничтожаем жителей двамятый. Давайте заберем этого Томаса пускай будет. Так убийца вот он убийца. Так сквайры объединяем армии тут нету конницы у нас продаж